Приветствую друзья, точнее сегодня приветствую подруги, обращаюсь преимущественно к нашей женской аудитории. Сказать по правде, с одной стороны у нас встреча традиционная, мы встречаемся с нашим большим другом, с Ольгой Александровной Белодет, замечательным онкогинекологом, хотя должен сразу сказать, что сегодняшняя встреча не совсем как бы мною запланирована. Сейчас объясню. У меня накопилось множество вопросов по поводу женской гигиены и по поводу всяческих полезных штук, которые используют современные женщины, контролируя свое женское здоровье. Я, собственно говоря, спросил у Ольги Александровны, но это ж точно тема не онкогинеколога, это ж для обычного гинеколога тема. На что получил ответ, ну уж нет. Именно это женская гигиена и всякие вот эти современные штучки, прокладки, тампоны, средства для подмывания и так далее, все это имеет самое прямое отношение именно к работе онкогинеколога. Именно поэтому с нами сегодня еще раз с удовольствием представляют онкогинеколог Оля Александровна Белодет. Оля Александровна, дорогая, здравствуйте. Ну, ваш ход, рассказывайте. Здравствуйте, Евгения Олегович, здравствуйте, дорогие друзья. Я благодарю за приглашение и сегодня мы с вами продолжаем тему женского здоровья. И, безусловно, здоровье в плане глобальном, для того, чтобы его сохранить и не заболеть никакими плохими диагнозами. И сегодня действительно необычная тема. Как наша жизнь, наша модная жизнь, все средства, которые мы сегодня имеем в аптеках, фармпромышленность, все те средства, которые помогают нам и делают нашу жизнь комфортной, как они могут нам навредить настолько, что этой темой интересуются онкогинекологи. Так вот, я хочу начать свой рассказ с микробиома, чтобы каждая женщина понимала и знала, что в нашем организме есть отдельный орган. Он называется микробиом. Он состоит из пяти частей тела. Это ротоглотка, это кишечник, это кожа и влагалище. Все эти части тела заполнены восьмию триллионами микробных клеток. Это огромное микробиологическое сообщество против одного триллиона наших клеток, человеческого организма. Представляете, какая армия микробов живет у нас в организме. И они делают свою определенную полезную работу. Это полезные микробы и условно-патогенные. В Америке на сегодняшний день создан целый институт по изучению микробиома. И сейчас многие заболевания, и раковые в том числе, имеют свою микробную подпись. То есть мы по многим микробам, при раке, например, кишечника или раке матки, есть свои микробы, которые присущи только этим заболеваниям, только этим диагнозам. Очень много внимания уделяется как раз предраковым состояниям шейки матки. Потому что при определенных микроорганизмах возникает присутствие вируса папилломы человека и развитие предраковых состояний и рака шейки матки. И везде присутствуют микробы. Потому что как раз вот этот вот микробиом – это очень неотъемливая часть здорового нашего организма. И чем больше будет в нашем микробиоме полезных микробов, тем здоровее будет наш организм. Что я еще хочу сказать? Мы всячески уничтожаем этот наш прекрасный орган. Потому что все, что на сегодняшний день фармпромышленности создало – это различные подмывалки, различные средства личной гигиены, прокладки, тампоны. Это все как раз вредит тому самому нашему органу под названием микробиом. Потому что в женском организме, если мы возьмем чисто женское здоровье, это те самые бели, которые женщины видят каждый день к концу дня на своем белье. И многие их уничтожают. Приходят к врачу и начинают жаловаться. Я хочу, чтобы у меня было сухо. Это невозможно. Этот процесс контролируется гормонами. Этих выделений не станет в менопаузе. Когда гормоны угаснут. И тогда мы гормональные препараты вкладываем во влагалище для того, чтобы создать этот микробиом и дать возможность женщинам жить половой жизнью. Если не будет этого самого микробиома, половые контакты будут невозможны. Потому что будет сухое влагалище и это будет не комфортность, а ад. Поэтому, уважаемые женщины, не уничтожайте свой микробиом. И очень аккуратно пользуйтесь средствами личной гигиены. Александр, давайте так. Я хочу сейчас расставить точки над «и». Я, как чемпион по объяснению сложных вещей, понял ситуацию прямо на следующем образом. Для меня, например, сейчас уже стало понятно, какое отношение имеет гигиена к онкогинекологу. Итак, фактически наша иммунная система – это главный орган, который защищает нас от онкологии. Любая чужеродная клетка должна быть подавлена, уничтожена иммунной системой. Собственно говоря, работа иммунной системы поддерживается в адекватном состоянии постоянным контактом с микробиомом, с вот этими самыми полезными бактериями, которые не только защищают это пространство от чужаков, но и тренируют постоянно нашу иммунную защиту. А поскольку все, что типа имеет отношение к гигиене, это то, что типа должно убить микробы. То есть это все мыло, дезинфицирующие средства, подмывалки и так далее, все это подавляет собственную микрофлору, таким образом оказывает негативное влияние на микробиом и оказывает негативное влияние на иммунную систему обосредованно, что провоцирует риск онкологии. Правильно ли я выстроил логическую цепочку? Ну, в общем-то да. Ура. В общем-то да. Теперь ваши подробности. Женщины, которые злоупотребляют фармсредствами в плане личной гигиены или, например, гигиеническими прокладками, очень часто жалуются на появление уже определенных симптомов, которые они совершенно не связывают именно с этими средствами. Это такой симптом, как зуд на наружных половых органах. И это не просто какой-то маленький симптомчик. Я уверена, что многие, кто нас сегодня смотрит, не раз это испытывали. Появление зуда на наружных половых органах. Но это очень важный симптом, который в последующем может привести к нарушению анатомии, к изменению тканей на наружных половых органах, к изменению цвета и, конечно же, вовлечением все большего и большего зуда в эту патологическую ситуацию. И в последующем это формирует такое заболевание, которое носит название склерозирующий лихин. То есть это полное изменение наружных половых органов, которое на сегодняшний день, конечно, с развитием фотодинамической терапии и гормональных препаратов достаточно хорошо лечится. Но провоцируем мы эти процессы в большей степени сами при помощи вот этих вот средств. Поэтому если женщины испытывают такой симптом, нужно обратить на это внимание и обращать обязательно внимание, как выглядят ваши наружные половые органы. Тем не менее, Александр, где та грань между отсутствием гигиены и избыточной активностью, которая приводит к проблемам? Какие нормы? Как надо? Тогда как правильно? Неужели надо полностью забыть про достижения цивилизации и еще тогда? Нет, забывать не нужно. Но если при использовании каких-либо средств возникает дискомфорт, то нужно обязательно задать вопрос, что-то не так. И если это не прекращается само собой, то обязательно обратиться к врачу. И злоупотреблять не нужно. Если это будет не на благо, то организм сразу о себе даст знать. Поверьте, зуд возникает буквально сразу, если что-то пошло не так. Поэтому нужно просто прислушиваться к своим симптомам и обязательно следить за своими органами. А значит, обращаться к врачу. Правильно ли я понимаю, что если вот у каждой женщины есть на сегодня своя некая гигиеническая модель, и женщина живет вот с такими своими гигиеническими традициями, таким образом подмывается, использует такой вариант прокладки, тампонов и так далее. И у нее нет проблем. Нет у нее ни зуда, ни сухости. Если у нее проблемы нет, это симптом того, что у нее с микробиомом все нормально, ей можно не дергаться и сохранять этот режим. Я правильно понимаю? Безусловно. Да, если ее ничего не беспокоит, она может пользоваться своими традиционными средствами. Тогда скажите просто, кроме зуда, что еще? То есть я так понимаю, что если возникает, что просто такой, казалось бы, да, ну незначительный симптом, как зуд, многими может игнорироваться, да, и не приводить к врачу, не является колокольчиком, который требует менять систему ухода, да, гигиенического, например, или средства, которое вы используете. А что еще, кроме зуда, что еще должно обратить наше внимание? Изменение цвета, появление трещин на наружных половых органах, и эти симптомы, они очень яркие, просто иногда женщины не обращают на это внимание, вплоть до изменения анатомических наружных половых органов происходят у женщин. С возрастом эти симптомы будут усугубляться, потому что климакс заберет объем наружных половых органов. И тут я даже могу сказать о том, что очень многие девушки, вот сейчас это очень модно, такая операция, как лабиопластика. То есть все хотят сделать уменьшенными свои половые органы. Это очень опасная ситуация, скажу честно, потому что с возрастом мы имеем атрофию, обычный симптом, который проявляется с климаксом. И мы боремся с этой атрофией, потому что эта атрофия вроде бы как физиологическая, но очень портит жизнь нашим пациентам. И, безусловно, люди, которые чрезмерны в своих вот этих вот пластических желаниях, они потом имеют проблемы. Поэтому перед каждым хирургическим вмешательством надо 10 раз подумать, необходимо ли оно. Поэтому те, кто наметил эти операции, нужно очень аккуратно к этому подходить. Смотрите, для меня, как, например, для педиатра, для инфекциониста, есть, например, совершенно конкретные рекомендации для любого моего пациента. Ну, например, когда надо мыть руки. Там, после посещения туалета, перед едой и так далее. То есть есть список ситуаций. После того, как пришли с прогулки. А какие рекомендации дают гинекологи? Как правильно, как часто, как часто мыть половые органы? Ну, опять же, мы начинаем с состояния здоровья. То есть каждая женщина должна понимать, что у нее каждый день на белье будет какая-то прослойка выделений. И это фактор ее здорового микробиома. Это женщина, которая находится в репродуктивном периоде. То есть это те женщины, которые начали менструировать, и те, которые еще менструируют весь свой репродуктивный период. То есть та же женщина, которая снабжена гормонами. Как только они начнут увидать, количество этих выделений начнет уменьшаться. И это будет как раз первым признаком того, что гормоны начинают падать. Так вот, каждая женщина должна знать, что это норма. Если ее что-то волнует, значит она должна пойти к врачу. А это может быть зуд, неприятный запах, что-то еще связанное с этими выделениями. С этими вопросами она идет к врачу. Но никоим образом сама с ними не борется. И прежде всего она должна понимать, что это норма. Это обязательная норма. И с этим, потому что очень я часто сталкиваюсь, совершенно здоровые женщины приходят с требованием, я не хочу, чтобы у меня были выделения. Это невозможно. Если их не будет, женщина не сможет жить половой жизнью. Поэтому врач должен объяснить, что это норма для каждой пациентки. А с этим нужно просто прийти к врачу. Гигиена. Мы обрабатываем свои половые органы привычными средствами, те, которые не приносят дискомфорта. А лучше это заменять больше просто водой. Потому что как раз вода, она смоет остатки тех неприятных ощущений, которые мы имеем за день. А это в большей степени остатки мочи. А она водорастворимая. И не принесет никакого дискомфорта самим тканям женских половых органов. На что еще я хочу сакцентировать внимание. Очень много лет в ранних практиках было такое слово, как спринцевание. Так вот, очень женщины такого моего возраста знают, что это была очень такая развитая практика, как лечебное воздействие. На сегодняшний день эта методика полностью, ну практически полностью запрещена. И только в некоторых случаях, когда мы боремся там с каким-то гнойным процессом, мы назначаем эти манипуляции. Сами по себе женщины, если они вычищают свое влагалище, они наносят себе неизгладимый вред. Поэтому спринцевание, тампоны, прокладки, которые вызывают дискомфорт и зуд на наружных половых органах, это как раз те средства, которыми не нужно пользоваться, чтобы сохранить свое женское здоровье. Спасибо, доктор. Важная исчерпывающая информация. У нас еще много к вам вопросов. Мы пренепременно встретимся. Девочки, кто нас сейчас слушает, Если есть темы для обсуждения, если есть вопросы, пожалуйста, проявляйте активность в комментариях. Оля Александровна обещала встречаться с нами столько, сколько надо. Будут у вас вопросы, будут у нас встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова